Встречаемся мы с вами, к сожалению, не всегда по хорошим поводам. Я бы сказал, не всегда по нехорошим, к сожалению. Но, тем не менее, в Латвии очень драматично развивается ситуация с COVID-19, перегружена система здравоохранения, врачи говорят о приближающемся коллапсе. Дошло до того, что скорые уже метаются от больницы к больнице, их не принимают и так далее, сортируют больных. То есть все то, что могло случиться, похоже, в нашей стране случилось. И есть одна, может быть, позитивная в этой истории новость, что, как говорят специалисты, Дельта-штамм — это последний агрессивный штамм, больше не будет таких мутаций. Согласны с этим? Или, может быть, нас зря обнадеживают? Нет, а с чего бы такие прогнозы? Это, мягко говоря, не совсем правильно. Мы не можем прогнозировать, что там будет с коронавирусом. Мы на сегодня неплохо знаем его прошлое, и то, там куча спорных вопросов. А уж настоящие, и тем более будущие, мы знаем отвратительно. На самом деле есть масса нюансов, которые мы сейчас учесть не можем. У нас нет какой-то конкретной модели, как конкретно вирус эволюционирует. Вы понимаете как? То есть мы не можем сказать, по какому пути он пойдет. Эта вещь такая стахастическая, абсолютно непредсказуемая. Мутации появляются только из-за того, что он активно циркулирует в нашей популяции. И такие возможности у него все еще есть. Какой будет следующий штамм? Мы не знаем. Например, у нас уже есть, скажем, мю и лямбда. Так вот, мю, если бы он сумел вытеснить дельту, дельта не самый плохой вариант, я бы сказал так. Потому что мю от наших антител убегает кратно лучше, чем дельта. Кто из них победит, для нас, в общем-то, важно, конечно. Но единственное, что мы можем делать, это наблюдать за всем вот этим, находясь в первом ряду. Буквально так. Они дерутся за нас. Кто из них победит, тот нас захватит. Кстати, вот как раз я слышал такую точку зрения о том, что дельта настолько заразен, что его сложно победить в этой конкурентной борьбе. Ну, я так понимаю, что это тоже такие предположения, у которых нет научного доказательства. Нет, как раз этим все нормально. То есть, если, ну, один из проблемных вариантов, да, так называемый британский или альфа, он был на 50% более заразным, чем уханьский. Альфа-вариант, то дельта на 50% более заразен, чем альфа-вариант. Соответственно, альфа тоже когда-то был господствующим. Но буквально за 2-3 месяца дельта захватила весь мир. Что там будет дальше, посмотрим. Потому что в какую сторону будет двигаться эволюция вируса, непонятно. Да, если вдруг пойдут в ту же сторону, что и дельта, например, ну, то есть тоже увеличив, во-первых, проникающую способность, и, во-вторых, способность к репликации там у нас внутри. Вот если это все будет довольно удачно, если мы будем выделять достаточное количество вирусных частиц, то и распространяться он, соответственно, будет лучше. Мне очень понравилось в одной статье сравнение. То есть коронавирус сейчас катается на метро. Он еще не догадался доехать до ближайшего вокзала. Вот как только он доедет до вокзала и сядет на поезд, у нас начнутся проблемы. А как это можно объяснить? То есть как происходит эта борьба, и как вирус с штаммом становится более заразным? То есть вот если технологически это объяснить, как он ищет пути обхода нашей защиты? На самом деле все просто. То есть эволюция, и это означает, что не справившиеся с задачей вирусы умирают. Все просто. То есть без каких-либо, скажем так, каких-то политесов и прочего-прочего. То есть это жесткая внутри видовая борьба. И здесь нужно понимать, что приобретаются те самые новые свойства, которые позволяют ему... Ну, например, проникает лучше в клетке. Как это выглядит? Условно говоря, до нас долетел миллион вирусных частиц. Это не означает, что все абсолютно они заразят миллион клеток, получается так. Нет, они в лучшем случае тысячу, например, заразят. И это при очень хорошем раскладе. Далеко не каждая вирусная частица попадает к нам в клетку. Причин много. Что-то не сработало. Не смог связаться с рецептором. Его поймали по дороге какие-то наши клетки иммунной системы. У нас же есть не специфический иммунитет. Не исключено, что они все вот это перебьют. Так вот, что делает Дельта? Дельта, он увеличивает шансы на проникновение в клетки. Скажем, не тысяч, а уже сто тысяч. То есть, вот это уже совершенно другой уровень. И именно из-за этого очень быстро идет репликация. Очень быстро набираются вирусные дозы вот именно в верхних дыхательных путях. То есть, что у нас происходит? Что мы начинаем выделять большое количество вируса еще до того, как он нырнул в нижние дыхательные пути. И таким образом мы поддерживаем эпидемическую цепочку. То есть, вот так его свойство отражается на его заразности. Может появиться кто-то более совершенный, конечно. И тут нужно понимать, что по нему, естественно, работает наш иммунитет. И те линии, против которых иммунитет срабатывает хорошо, эффективно, они погибают. Выживают кто? Мутанты. То есть, те, у которых какие-то запчасти, скажем, от тест-белка, они отличаются от предшествующих версий. И наши антитела по ним уже не так эффективно бьют. То есть, они непрочно с ними соединяются или вообще не узнают. Такое тоже бывает. И вот если вот это все мы начнем складывать, все вот эти свойства, и в итоге мы получим какой-нибудь вирус, который умеет вообще все, вот тогда мы можем сказать, да, что у нас начались реальные проблемы. Пока что это идут учения. Что касается главных конкурентов Дельта-Штамма, все-таки, которые вы уже упоминали, вы сказали, что они лучше уходят от наших антитела, от нашей защиты. Почему они еще не лидируют? Почему еще Дельта остается королевским штаммом на данный момент? Потому что он распространяется гораздо лучше. То есть, да, скажем, штамм, вернее, правильно говорить, генетический вариант. Генетический вариант Мю – это действительно более удачный в смысле ухода от антител. Но вот в смысле заразности, да, способности размножаться в наших клетках, в них проникать, он похуже. Поэтому в конкурентной борьбе он довольно быстро проиграл Дельте. И пока что Дельта-Урага нет по всей планете. Но можно ли говорить о том, что вот эта волна, очередная волна COVID-19 – это все-таки уже пандемия непривитых людей? Или это было бы неправильно? Нет, это неправильно. Нужно сказать так, наверное, корректнее. Чувствительных людей. Просто потому, что чувствительные к нему могут быть и привитые. К сожалению, как показывает практика, ну, понятно, что вакцины создавались для того, чтобы защищать. С одной стороны. С другой стороны, был расчет все-таки на то, что мир привьется довольно быстро и массово. А тут выясняется, скажем, что через полгода появляется новый генетический вариант. И он уже способен пробивать не только людей, что называется, иммунологически наивных, у которых нет иммунитета абсолютно, но и привитых в том числе. И когда мы смотрим, например, что человек через 6-7 месяцев у него эффективность защиты вакцины вместо 95 становится 60, то да, мы понимаем, что у нас реально проблемы с одной стороны. А с другой стороны, мы уже знаем, как это решать. Третья доза. То есть бусты. Вся информация, которая на сегодня накопилась, несмотря на яростное противодействие ВОЗ, который кричит «отдайте вакцины Африке», остальные развитые страны показывают им нехорошие жесты и говорят «нет, мы сначала будем разбираться со своими, и гасить вспышки у себя». И опять же, привожу пример Израиля, потому что за месяц они скинули заболеваемость в 10 раз, а летальность у них особо и не подскакивала. Ну, то есть, конечно, она увеличивалась, но не сравнить, скажем, с нашей страной, мы опять очередные антирекорды бьем. А чем это можно объяснить? Именно невысоким уровнем вакцинации? Потому что в Латвии с трудом доползли до отметки в 50% вакцинации населения. Это, как говорят специалисты, критически мало, поэтому у нас больницы перегружены. И, кстати, как раз противники привива говорят, посмотрите, вот когда у нас прошлая волна была, у нас было меньше привитых и меньше заболевших, а сейчас вот мы ежесуточно фиксируем тысячу, мол, зачем прививаться? Ну вот как раз да, чтобы вы могли этой категории людей ответить. Тут все довольно просто. У нас, вернее, у вас есть пример под боком, мы. И у нас с трудом натянули 30%, это еще хуже. То есть, это вообще ни о чем, ровным счетом. И мы бьем все рекорды. То есть, у нас и летальных исходов под тысячу уже в сутки. То есть, мы теряем три Боинга людей каждый день. Я не понимаю, почему людей это не пугает, мягко говоря. И плюс заболеваемость, естественно, подскакивает тоже. И нагрузка на стационары тоже самая увеличивается. И развертывают опять дополнительные койки и все остальное. Это связано не с тем, что люди привиты. Но опять же, мы можем бесконечно приводить результаты исследований и всего остального. Да, привитые могут заболевать. Чисто теоретически да. Это возможно и на практике тоже бывает. У них пробивает эту защиту. Но это примерно от одного до трех процентов. То есть, все люди, которые привились. Например, у вас 50%. От одного до трех процентов из них остаются проблематичными. А остальные 50%. То есть, 50 плюс вот эти. То есть, 51-53%. Из них 50% все-таки люди, которые чувствительны. А чувствительны это не только и не столько привитые. А все-таки это непривитые и перевалевшие. Проблема в том, что вирус, как мы уже, в общем, довольно неплохо понимаем, он оставляет себе вот эту самую форточку, чтобы вернуться в человека повторно. И он может приходить два-три раза. Это уже описано. То есть, не то, что повторные, а уже по третьему раза люди болеют. И похоже, что он, вот если его не останавливать именно вакцинным иммунитетом, то он будет приходить практически бесконечно. Ему ничего не мешает на сегодня. Он еще и изменяется при этом, приспосабливаясь к этим антителам, и начинает от них очень активно и эффективно убегать. Так что, мне всегда интересно, когда говорят, что вот, ваша вакцина не помогает. Альтернативу предложите, пожалуйста. То есть, что? Хорошо, мы отказываемся от вакцин. Ладно, что мы делаем? Сидим и смотрим, как уменьшается население? Да, вот мы сейчас этим и занимаемся у нас в стране, например. Абсолютно этого делать не хочется. Мы сделали одну из лучших вакцин в мире. Это действительно так. Это подтверждается абсолютно всеми полевыми исследованиями, которые есть. У нас уже десятки миллионов доз за рубежом. И страна, которая создала вакцину, находится по уровню вакцинации где-то на уровне Лаоса. Ну, не знаю. Мне, мягко говоря, стыдно. А чем это можно объяснить? Это какое-то недоверие. Мы с вами уже обсуждали эту тему. Мы обсуждали эту тему, да. Удивляешь. Недоверие? Ну, ладно. Можно как-то некоторый процент, да, небольшой, но не 70. Это, я бы сказал, что это все-таки некая поместь инфантилизма и такого российского пофигизма абсолютного. Вот что-то в этом роде. Что, мол, а сколько уже можно? Ну, все, уже пора заканчивать. Давайте мы уже будем сворачиваться. Все, нас больше не интересует эта пандемия. Ну, вирус, как бы, не в курсе. Он по-прежнему продолжает в нас изменяться. Он по-прежнему вырабатывает новые свойства. И его вот эти вот все разговоры абсолютно не тревожат. Они ему не мешают. И вся картина, которую мы сегодня видим, это, ну, катастрофическая, я бы сказал так. По крайней мере, у нас. Это... Его быть не должно, в принципе. Но вот на территории нашей страны мы наблюдаем естественное течение болезни. Да, то есть волны вот так вот одна за одной. Причем у нас третья даже не успела сойти вниз. Уже сразу выше нее пошла четвертая. Мы сколько ждать еще будем? Мне вот что интересно. Мы чего ждем, в принципе? Когда там изменится какой-то, появится сверхсупервариант, который будет пользоваться уже не единичными суперраспространителями, а вообще, в принципе, каждый человек будет заражать, там, скажем, по сто следующих. Ну, мы можем дождаться, да, вирус непредсказуем. Любой вирус, в принципе, непредсказуем. И это еще не самый, ну, скажем так, мастерски изменяющийся вариант на самом деле. Есть гораздо более грустные перспективы, в принципе. У нас звонок. Давайте узнаем, что думает наш зритель. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Добрый день, это Владим. Добрый день. Антон Москва, соответственно, да, вы меня уже знаете. Я просто хотел вам четыре маленьких вопроса задать. Пожалуйста, мне ответите на них. Вы, Вадим, ну и ваш гость, соответственно. Хорошо, да? Да, слушаю. А вам вопрос в следующем будет заключаться. Во-первых, поставить ли Ксюша Собчак за инцидент в Лазаре, вот как Ефремова. Первый вопрос. Посадят ли ее в тюрьму? Второй вопрос. Что вы скажете о трагедии Л-410 в Татарстане, самолет разбился? Кто в этом виноват? В этой трагедии в Татарстане. Третий вопрос. Что думаете слова Дмитрия Певцова, где вот этот ГУЗУМ от Единой России? Он актер, вот избранный недавно в парламент, сказал, что надо сажать всех рэперов, всех без разбора сажать рэперов. Что думаете по заявлению Певцова? Ну и четвертый вопрос. Нуланд приезжает в Россию, она про секретарь Байдена, и сказала, что приезжает в Россию в обмен на то, что в обмен на то, что российский МИД освободит какого-то российского дипломата. То есть вот обмен такой, понимаете, башь на башь. Вот по этому поводу можете сказать свое мнение? Да, Антон, спасибо. Мы как раз говорим сейчас о коронавирусе. Да, мы обсуждаем немножечко другую тему. Я абсолютно не специалист во всех четырех перечисленных вопросах. Тут мне сказать, к сожалению, нечего. Давайте все-таки говорить по теме. Да, я призываю наших зрителей задавать вопросы по теме. Звоните. Телефон WhatsApp, Viber и Telegram есть на ваших экранах. Можно до нас дозвониться, высказать по той теме, которую мы обсуждаем, о болезнях, о коронавирусе, о вакцинах, в конце концов, мы можем сегодня поговорить. Но, кстати, возвращаясь к теме вакцин, опять же, нередко приходится слышать, вот сейчас нас подсадят на иглу, что это вызывает привыкание, мы будем колоться бесконечно, и все у нас будет плохо с иммунитетом. Понятно, что это распространяют определенные люди в Фейсбуке, политики у нас подключились, кстати, к этой теме, очень активно и пытаются на этом играть. Есть ли какой-то риск от того, что придется вакцинироваться, скажем так, третья доза, возможно, еще четвертая и так далее? Ну, смотрите, против гриппа мы вакцинируемся каждый год. Это как нам сильно мешает или нет? Похоже, что нет. Никаких дополнительных ужасных вещей с человечеством не происходит в этом смысле. И на самом деле, опять же, мы регулярно, каждый день сталкиваемся с кучей антигенов, в том числе инфекционных антигенов. Мы просто вакцины этой самой имитируем один из. То есть мы, еще раз, берем только один единственный антиген из внешнего мира и вот на него так вот акцентируемся, потому что он для нас опасен, потому что он для нас важен сейчас, а на самом деле это никакая не игла, это нормальная работа иммунитета. Мы же не замещаем его работу, вот это важно понимать. То есть мы не замещаем работу. И иногда бывает, как говорят, что смотрите, когда у человека болит поджелудочная железа, ему начинают давать ферменты этой самой поджелудочной железы, чтобы она, значит, не нагружалась. И она со временем перестает вырабатывать, потому что зачем? Извне же идет, вот с вакцинами то же самое. Нет, с вакцинами абсолютно не так. Дело в том, что вакцина – это обучающий материал, еще раз. Это не замена иммунитета. Это просто ему дидактический материал, учебник. Вот мы дали учебник, он его разорвал вот так вот в клочья, каждый клочок изучил, выучил, все на этом. Все закончилось. Дальше он уже работает самостоятельно. То, что мы будем периодически напоминать, давать новые учебники, что называется, исправленные и дополненные. Что в этом плохого? Абсолютно ничего плохого. То есть тут даже теоретически, к сожалению, вот это приходится постоянно объяснять. Люди не понимают, как, в принципе, устроена защита вакцинами. Что касается коллективного иммунитета, потому что… А, вот у нас есть звонок, потом задам этот вопрос. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Добрый вечер, Владимир Петербург. Да, Владимир. Да, да. Алексей, смотрите, вот я шел в понедельник с Финского залива до Рощина по лесным дорогам. И мне встретился мужчина в медицинской маске в лесу с основом. Ну, не знаю, вы так нагнетаете, может быть, все это, что уже он идет по лесу в этой маске. Может быть, он себе вредит все-таки? Потому что я иду без маски, я дышу воздухом. Зачем он в этой маске идет? Я не знаю. Вот это нагнетание тоже противоположное, не нужно, мне кажется. Спасибо, до свидания. Пожалуйста. Ну, во-первых, я не нагнетаю. Во-первых, рассказываю, как оно есть. Если я начну нагнетать, будет страшно всем, я гарантирую. Я умею это делать, поверьте. Просто так выглядит реальность. И еще раз, можно послушать все, что я говорю, например, о масках. Я не говорю о том, что если вы где-нибудь одни в лесу, вам вот просто обязательно гарантированно нужна маска. Это первое. И второе, ну, можно было бы уточнить, да, зачем он ее носит, потому что иногда, вы не поверите, носят не по инфекционным причинам. Бывают люди, для которых пыльца растений, а пылят они, кстати, до сих пор некоторые, она для них опасна. И еще в доковидную эпоху были люди, которые носили маски для того, чтобы уменьшать количество пыльцы, которые попадают к ним в дыхательные пути. Так что тут я бы прям так сразу с плеча не рубил и выяснял, что там за конкретная ситуация. Первое. И второе, маски, да, нужны, но, естественно, в том случае, когда мы находимся среди других людей. Вот примерно так. Насколько эффективны маски? Потому что дискуссии были в самом начале пандемии, в Латвии они тоже вели, что маска не защищает от заболевания, но, тем не менее, там все-таки даже если простая логика, если человек защищен маской, то выброс от него даже меньше, чем физически. Да, ну, сейчас уже обсуждать нечего. То есть тут уже все еще раз проверено, я не знаю, десятками раз. Причем и в специальных экспериментах, и в камерах внутри, да, то есть там есть специальные, там, где прям виден этот поток частиц, и просчитывали, сколько что фильтруется, вплоть до того, что реальные коронавирусные частицы, ну, правда, не заражающие, а вот то, что называется псевдовирусы. Их использовали, изучали, как все это сохраняет, все это посчитали уже. Уже есть количественные оценки в том числе. И мы на сегодня можем сказать, да, никто не говорил с самого начала, что маски на 100% защищают. Такого не бывает. Даже если мы смотрим на их стандарты, ну, например, N95, что это означает? 95% фильтрации, 5% пролетает. То есть они просачиваются, действительно так. Но смотрите, на человеке находится маска. Он, предположим, дышит, выделяет вирусные частицы, соответственно, часть будет задержана. На втором человеке маска, да, вот это небольшое количество частиц вылетело, пролетело, добралось до маски, да, часть профильтруется, но, извините, и там уменьшилось, и там уменьшилось. То есть это работает так. Мы сокращаем вирусную дозу, которую получает человек. И таким образом мы, во-первых, снижаем риск заболевания, а во-вторых, мы снижаем риск тяжелого заболевания, потому что на сегодня, опять же, еще одна вещь, которую мы точно знаем, что чем выше вирусная нагрузка, тем тяжелее заболевание. Вот примерно так. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, Анна. Меня зовут. Я бы хотела задать вопрос к Водовозову. Вот не совсем он связан с ковидом, конечно, но моему ребенку корн нужно будет ставить манту. Есть мнение, что лишний раз не нужно колоть ребенку манту, так как это не прививка, как многие думают и заблуждают, а такой тест, чтобы проверить наличие иммунитета после вакцинации, которую ставят в самом начале жизни в БСЖ. Так вот, есть мнение, что его колоть лишний раз не надо, так как достаточно сдать просто кровь, чтобы выяснить наличие этого иммунитета у ребенка. Вот насколько это соответствует действительности, если есть ли какие-то альтернативы манту, и вообще есть ли смысл эти альтернативы использовать? Да, спасибо, вопрос хороший, действительно так. Дело в том, что наука уже ушла существенно вперед. И даже в нашей стране долгое время, конечно, манту просто держалась невероятно долго. Это аллергопроба, по сути. Да, это действительно так. Другое дело, что по крови-то мы, конечно, с трудом будем этот самый иммунитет искать. Пока что не совершенно те тест-методики, которые используют кровь. Но у нас есть действительно альтернативы для манту. Как минимум диаскин-тест. Это как минимум. И есть еще другие, в том числе такие же тесты, уже более совершенные, которые можно использовать. Я не знаю насчет Латвии, какие там документы, потому что, как вы понимаете, туберкулез – это заболевание социально значимое. И все, что касается туберкулеза, определяется документами. То есть вплоть до закона. Это должен быть закон об иммунопрофилактике, либо о офтезиатрической службе и прочее. Там прописано, какими конкретными тестами можно пользоваться в той или иной стране. У нас есть как минимум три варианта. Я более чем уверен, что в Латвии, скорее всего, тоже. Потому что это все-таки… Ну, вы входите в Евросоюз, и там есть свои внутренние требования. И там манту, по-моему, уже очень-очень давно не пользуется. Есть гораздо более продвинутые, намного менее, скажем, реактогенные методики диагностики. Но они нужны. Они нужны. Кстати, вы упомянули, диаскин-тест – это ведь в какой-то степени даже революционный метод диагностики, потому что он определяет закрытую-открытую форму туберкулеза. И, в общем, там, по-моему, какой-то абсолютно высокий… Ну, я бы не сказал, что он прям сильно революционный. Есть гораздо более эффективный, но да. То есть он следующий. То есть манту, потом за ним диаскин, потом за ним уже современные еще новые лабораторные методы. Они тоже есть. Еще у нас был звонок, только что нет, сорвался звонок. Вот по поводу вакцины еще хотел у вас спросить, потому что недавно появилась информация, что Модерну снова проверяют, потому что есть редкие побочные эффекты. Вот что об этом можно сказать сегодня? Что известно на данный момент? Ну, что ее проверяют, не более того. И, как вы понимаете, чем, естественно, чем больше мы вводим доз, у нас сейчас в мире введено 6,5 миллиарда доз разных вакцин. И все, что мы на сегодня можем сказать, что эти случаи единичные, что самое важное. Это первое. И второе, что летальными исходами, ну, скажем, не на Pfizer, не на Moderna, не на Sputnik, они не заканчивались ни разу. По крайней мере, пока что. Те, скажем, перикардиты, миокардиты, которые возникают у молодых людей на фоне МРНК-вакцин, например, они в основном являются случайными находками. То есть, как о них узнали? Когда люди проходили какие-то обследования, у них на электрокартиограмме, например, наблюдалась характерная картина, но это им не мешало абсолютно никоим образом. Да, конечно, миокардит может протекать вот так, бессимптомно, то есть, действительно, без каких-то явных нарушений со стороны сердца, но так, чтобы человек это не чувствовал. Это первое. И второе, частота. То есть, как часто это встречается? Это реально единичные случаи на десятки миллионов введенных доз. Если мы посмотрим, что творит с сердцем ковид, то, во-первых, это намного чаще, во-вторых, а во-вторых, существенно тяжелее. Поэтому мы выбираем вакцины, а не инфекцию. Вот, строго говоря, вот примерно так это все в мире устроено. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Вас не слышно. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Вас? Почему вас не слышно? Вы в прямом случае говорите, пожалуйста. Да, мы вас слышим. Да, но, видимо, не слышит наш зритель. Но и в завершение хотел все-таки спросить уже, в завершение нашего включения. Почему? А, есть звонок, подсказывает режиссер. Ну что ж, сохраним еще время нашего эфира. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Добрый день. Меня зовут Виталий. Я из Нью-Йорка. Да, Виталий, слушай вас. Хотел бы, первое, сказать, вразить слово благодарности Алексею за то, что он в такой спокойной манере объясняет научные факты. То есть, ну, то, как это реально работает. Второе, хотел бы сказать, что вот это, даже не знаю, откуда появилось вот это движение антиваксеров. Очень их много. И там они ссылаются на различные теории, теорию заговора, полностью антинаучную. И вот, как мне кажется, вот в таких недемократических странах, как Россия, Беларусь, этих людей больше. Почему? Потому что, ну, люди обманывают на выборах, еще где-то. И вот они таким образом, может быть, подсознательно хотят, словно, отомстить власти и не прививаются, к сожалению, большому. В Израиле люди, как демократическая страна, и уже, так сказать, население Израиля сложно в чем-то обвинить и как-то загнать. И люди прививаются. В США больше 60%. И ничего, прививаются. А вот у нас почему-то так не делают. Последний, хотел бы задать вопрос по поводу бустерной вакцины. Я так понимаю, Пфайзер только делает бустерную. Если привился не Пфайзером, можно ли сделать третью дозу Пфайзером бустерную? Спасибо. Да. Значит, ну, во-первых, про недемократические страны. Чемпион мира по антивакцинационным настроениям Франция. На всякий случай. Следующая за ней там тоже довольно развитые страны. К сожалению, так далеко не всегда это соотносится с тем, как там внутри устроено в стране. К сожалению, к огромному нашему. По поводу бустеров, любые третьи дозы, да, то есть не только Пфайзеровское дело, можно делать Модерновской, можно делать Янсеновской, можно делать даже Астрозенекой и так далее. То есть практически любые третьи дозы, они дают очень неплохой подскок иммунитета. Но, как по мне, и судя по тем данным, которые у нас на сегодня есть, то, наверное, лучшее на сегодня это будет комбинация, скажем, вакцинации сначала какой-нибудь векторной вакциной, а затем сверху Пфайзер. Вот я всегда говорю, что в этом смысле спутник с Пфайзером должны как бы не соперничать, а работать вместе. Потому что если их сложить вместе, получится, наверное, самая эффективная комбинация вообще, в принципе, в мире. Ну, а речь идет о векторной и МРНК, да, в частности? Да, да, совершенно верно. А как это работает? То есть почему разные технологии так усиливают, скажем, защиту организма? Ну, это нам придется еще примерно полчаса потратить на то, чтобы объяснить. На самом деле получается так, ну, если очень коротко, то есть мы стимулируем иммунитет как бы с разных сторон. И имитируем болезнь. То есть это две вакцины, единственные вакцины, которые имитируют болезнь настолько, что даже один из вирусных белков вырабатывается нашими клетками. И он получается настолько эффективным, этот ответ, что он очень неплохо защищает, во-первых, то есть, скажем, первые полгода он дает очень неплохую защиту. А затем, опять же, как все это показано, если мы еще раз ему напоминаем просто, даже не обязательно целиком, скажем, двухдозовой, достаточно одной дозы, иммунитет очень быстро нарабатывает опять вот этот пул необходимых нам клеток памяти, которые потом уже сидят в лимфоузлах, стерегут и не пускают этот самый коронавирус повторно в наш организм. Насколько сегодня, если данные, вакцинация снижает возможность оказаться на ИВЛ или умереть? То есть, вот что ты говоришь? Такие данные есть, и, в принципе, они доступны, их никто не прячет на самом деле. У нас есть несколько уровней защиты вакциной. Получается так, что первый, наверное, самый слабенький, по крайней мере, на сейчас, это защита от симптоматического ковида. Она пробивается, ну, по-разному, да, в зависимости от того, сколько доз, как давно была привита эта вакцина, ну, где-то там от 60, скажем, до 90 примерно. Дальше, следующий этап. Защита от тяжелого течения. Следующая, защита от госпитализации, да, от ИВЛ, от летального исхода. И каждый раз мы имеем там где-то 90-95%. В итоге это снижается настолько, все это дело, что мы говорим в среднем примерно об одном проценте. То есть 1% привитых, полностью привитых, находящихся под иммунной защитой, те, кто попадают в эстационары. И примерно тоже 1% среди летальных исходов. Вот на сегодня примерно так это выглядит. Ну, понятно, что плюс-минус в разных странах по-разному, в разных регионах по-разному. И опять же, да, там куча переменных, про которых мы должны говорить. Но примерно получается так. То есть расклад такой, 1%. Ну, то есть в завершение уже хочу сказать, что прививаться все-таки лучше, чем не прививаться. Это доказано, это подтверждено, и это лучше делать. Да, лучше жить, чем наоборот. Я уже устал это объяснять людям, к сожалению. Ну, что, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. Алексей Водовозов был с нами на прямой связи. Всего доброго. Всего хорошего, до свидания. Мы приветствуем зрителей Грэма. Наша команда ежедневно работает для вас и благодаря вам. И в ваших силах помочь нам оставаться эксклюзивными и оперативными. Да, оформляйте спонсорство на канал. Ход 2 евро в месяц найти просто. Заходите на канал Игрянул Грэм. В YouTube есть соответствующая графа. Кликайте и подписывайтесь. Без вас мы не справимся. А вместе с вами мы сделаем много, мне кажется. И все только начинается.